и здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на очереди обзор еще одного здания для нашего города это жилой дом где на каждом этаже располагайся по квартире рядом с жилым домом вы видите небольшое пространство на котором еще может что-то располагаться но это уже будет наверно в следующем году а сам дом стоит на пластине на которой раньше располагался вокзал вот такая нестандартная пластина кусочек есть такой что он рельефный такой вот на таких сваях обычно если вам там видно на таких сваях обычно я бетонирую дома все так что сейчас у вас есть возможность посмотреть на это вот так вот ну и давайте прямо сейчас переходить непосредственно к обзору ну что ж поехали ну что же начнем по традиции наш обзор сверху вниз то есть с крыши как вы видите она выполнена в таких вот темноватых тонах крыша легко снимается и наверху вы видите небольшую такую вот будочку в которую можно вылезть и посмотреть в случае чего там не течет ли крыша или просто полюбоваться видом который тоже будет неплохим но вот такая примитивная конструкция хоть каком-то строком более-менее стиль ну что ж двигаемся дальше и на очереди у нас следующий этаж это четвертый этаж давайте для начала я просто прокручу быстро дом чтобы вы могли расследить снаружи как выглядит все этажи как вы могли обратить внимание не все детали совсем новые но я стараюсь каждой детали давать вторую жизнь если она даже немножко пожелтевшая ли там вымазана во что-то это тоже деталь на тоже может приносить хоть какую-то на пользу обществу ну что ж как я уже говорил на каждом этаже расположена только одна квартира и у каждой квартиры есть выход на улицу вот такой вот небольшой балкончик или черненький или коричневый и к нему соответственно двери которые ведут на этот балкон этот дом я не могу сказать что он выполнен как современные там новостроен такой больше ну я не знаю хрущевка его можно назвать или нет но такой возраста хрущевки примерно так потян и новый для нашего города но по удобствам я думаю что он ближе к хрущевке и окна как вы видите старые тоже лего их сейчас мало выпускает уже так как дом будет располагаться на улице все стекла так сказать которых нет я заклею скотчем чтоб туда не попадала ни грязь не пыль не всякие там муравьи и так далее ну давайте посмотрим что находится внутри этажей вот так вот выглядит квартира на четвертом этаже вы видите что она выполнена в таких строгих классических тонах имеется два спальных места вот и вот креселка небольшой столик тут такое небольшое место где можно приготовить пищу также даже вот вытяжка из от печи туалет имеется с умывальником но с этой стороны расположена лестничная клетка то лестница которая ведет на крышу звонок есть и дверь ну и в принципе я думаю что на следующих этажах нет смысла показывать лестничную клетку так как она примерно одинаковая вот вот так вот дверь открывается заходит сюда там жилец тут он может раздеться повесить свои какие-то вещи если ему нужно в туалет открывается дверь в туалет там сейчас крышки нету на она будет на унитаз там еще есть вот умывальничек вот там вот он небольшой на есть далее у нас располагается кухонька печь вот есть вот такая вот тут всякие там шкафчики то можно что-то положить там открывается все ну спальное место 1 спальное место 2 спула такой вот кресло есть еще такая не слишком большая квартира но по меркам нашего города жилье очень неплохо на третьем этаже у нас располагается уже более такие семейные вместительные апартаменты вы видите тут три спальных места 1 2 и 3 там поднесем это двухъярусная кровать тут тоже небольшая кухонька даже холодильник есть такой увесистый шкафчики небольшое растение и там есть туалет и даже небольшое подобие душ вот так вот выглядит двухъярусная кровать вот она 1 2 там такая же как вы видите кровать расположена очень удобненько уютненько главное вместительная или комфортабельных тут есть небольшой столик прикроватный тут также есть небольшое место где можно поучиться там еще что-то поделать также имеется из живых растений вот такая стена но и вот собственно говоря тут уже туалет нормально видите с крышкой это где можно помыть ноги там что-то постирать такая ванночка и тут есть еще умывальник небольшой где можно помыть руки у холодильника тоже открывается дверка то ванно открывается там есть вот полочки где можно расположить товары печечка тоже есть и небольшой столик для приготовления пищи с этой стороны у нас вот вы видите тут стены такие зелено-синенькие поэтому и тут вы уже все увидели тоже есть выход на балкон на втором этаже у нас расположилась вот такая вот квартирка я думаю для творческих людей тут такие тона светленькие спать тут может два человека один диван и вот вторая кровать вот такая вот которая так вот откидывается квартира на втором этаже похоже по планировке на квартиру которая находится на четвертом этаже тут тоже имеется вот такие всякие крючочки не можно повесить одежду когда ты пришел с улицы также тут расположен санузел вот такой вот он далее идет кухонька печечка там и шкафчик есть который тоже открывается но тут такой вот диванчик очень вместительный диванчик тут есть еще стол такой тоже есть камин даже целый но там сейчас нету дров ничего нету не огня ничего он так стоит пустует и и кресла тоже если такое веселенькое такое вот хорошенькое кресло но с этой стороны как я уже показывал есть такая открывать ну и на первом этаже располагается туристическое агентство которое предлагает прогулки там на катерах на лодочках также можно поисучать подводный мир вы видите тут есть куча всяких штучек для этого вот например такой костюм есть баллоны всякие ласта там шкафчиков сейчас я их достану вот у нас по такие вот шкафчики которых куча нас тут и тут вот тут такого вида есть жилеты там где-то еще есть другого по моему нету только одного тут вида жилеты или нет есть есть вот там вот еще другого вида этот один манекен стоит второй манекен стоит а вот там вот располагается кладовка кладовка где можно и вот там вот кладовку где можно подобрать себе по размеру там жилеты по количеству подогнать ну а с этой стороны у нас располагается еще вот тут куча всяких масок баллоны есть тоже и тут тоже у нас баллоны много баллонов так сказать тут у нас есть касса вот с этой стороны можно купить билет там на кораблик или арендовать лодочку заплатить и брать сразу или можно сразу заказать там экскурсию по подводному миру также тут есть гараж куда располагается небольшой батискав который чистит дно нашего озера вот тут вот такой вот он на колесике да вот такой вот миленький коль мы добрались с вами до шкафчика грех его не открыть правильно он шкафу там куча всякого добра барахлишка но с этой стороны тут есть подъезд так сказать вы заходите в эти двери и попадаете в подъезд где есть вход сюда вот в это агентство туристическое и дальше лестница которая идет на второй этаж где расположены обычные жилые помещения вот так вот на первом этаже есть ставни чтобы кто попало не заглядывал в окна ну а тут еще есть знак такой знак что это ласты разного цвета тут такое агентство которое занимается прокатом если открыть ворота то можно вывести вот этот маленький батискав оп вот так вот он вывозится и его можно на прицеп прицепить и ввести к месту где его можно опустить в воду и он будет расчищать водоем вот так вот и в и и и Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вам понравилось это видео Если это так, то милости прошу подписаться на канал Поставьте лайк или дизлайк, кому как понравилось Комментируйте, я стараюсь на все комментарии отвечать И если у вас есть какие-то вопросы, тоже пишите Надеюсь, что в скором времени мы с вами снова увидимся Так что видео выходит у меня, конечно, не часто Но стараюсь, когда есть возможность, и время что-то выпускать Ну что ж, увидимся в следующем видео Спасибо за просмотры Пока